Виталий Германович, наш бюджет увеличен после вне очередной сессии в эту пятницу на 15 с лишним миллиардов рублей. Прежде всего, хотелось бы понять причины такого решения, то есть это ссылка на текущий счет, на текущие поправки, на ценовую политику, что-то недосчитали. Почему решили увеличить? Вы знаете, изменения в бюджет, которые были приняты на последней сессии, они касались исключительно федеральной целевой программы. То есть, с учетом того, что у нас есть источник финансирования этой программы и деньги получит крымский бюджет, естественно, мы должны были показать источник доходов бюджета, это федеральный бюджет, транспорт, который выделяется на федеральную целевую программу. И плюс мы должны были показать статьи затрат, на какие конкретно мероприятия будут затрачены эти 15 миллиардов 220, примерно так, миллионов рублей. Вот, что мы сделали на последней сессии. Значит, основные статьи затрат, которые были распределены, они, так сказать, касались двух министерств. Это Министерство архитектуры, порядка 6,5 миллиардов, и Министерство транспорта, примерно 6,5 миллиарда. Вот остальные 2 миллиарда, это уже были распределены по другим министерствам и ведомствам. Разные суммы, там вот 400... Крохи. 400 миллионов. Ну, на самом деле, нет. В общем-то, бюджет Крыма или бюджет автономной республики Крым в предыдущие годы, конечно, честно говоря, о таких деньгах не мечтал вообще. Вот просто, знаете, в самых таких нереальных порывах, ну, может быть, там, миллиард гривен мы мечтали получить, но и то не получали. Естественно, таких денег не получали. Есть определенные... Вот, если посмотреть первые варианты федеральной целевой программы, то, конечно же, деньги были... Предусматривались на 15-й год. Вот. Деньги были предусмотрены гораздо больше, чем выделены и сейчас. Но на самом деле проблем никакой нет. Когда мы активно стали изучать мероприятия и, так сказать, углубляться в мероприятия, которые были прописаны федеральной целевой программой, основную проблему мы увидели, и она заключалась в том, что, в принципе, под мероприятия, которые были прописаны федеральной целевой программой, не имелись проектно-сметные документы, то есть они или имелись, да, прошедшие украинскую экспертизу, соответственно, посчитанные в гривнах, соответственно, посчитанные в нормах украинского законодательства, которые делали... которые были на период подачи документов экспертизы, или же вообще не имелись. Поэтому основные, в принципе, деньги, вот из этих 15 миллиардов, они, конечно, сконцентрированы на так называемые перы, проектно-изыскательские работы. Ну вот как пример могу привести, вот из 6,5 миллиардов, более миллиарда предусмотрено на проектно-изыскательские работы по трассе Таврида. Мы понимаем, что у нас очень сжатые сроки, с учетом пуска моста в декабре 2018 года, мы понимаем, что к мосту должно быть продолжение, то есть должна быть скоростная дорога, вот это, я напомню, трасса первой категории, 2 плюс 2, то есть с двумя полосами движения в каждую сторону, с разделительной полосой, да, построена по самым современным технологиям, вот, естественно, мы ее должны иметь. Поэтому мы попытались вот эти деньги сконцентрировать именно на тех мероприятиях, которые нам крайне необходимы, то есть проблемы первого приоритета, и, естественно, те деньги, которые мы можем освоить. То есть существует и вторая проблема, то есть 15 июня, как мы знаем, Дмитрий Анатольевич подписал эту федеральную целевую программу уже изменения, и понимаем, что у нас-то не так много времени осталось до конца года, всего лишь нам всего 6 месяцев. А между тем все чаще говорят о том, что Крым плохо работает, плохо не успевает осваивать деньги, все мы помним, вот, и по лединии, вы знаете, скажу, вот, первое понятие философское, вот, со своей точки зрения скажу, что неплохо Крым работает, и в достаточно сжатые сроки мы, в принципе, вышли, уже подошли к фактическому освоению денег. Как формируются федеральные целевые программы регионов? То есть существует определенная история, да, вот, какие объекты нужно сделать, в первую очередь, во вторую, имеется время на написание тех же проектно-изыскательских работ, проектно-сметной документации, и вот уже когда эта документация подобрана, вот тогда формируется федеральная целевая программа региона, когда федеральный центр подтверждает, да, эта программа действительно нужна, и существуют точные сроки вот для того, чтобы эту программу осуществить. У нас ввиду сжатых сроков, ну, крайней необходимости получить энергетическую независимость, водную независимость, ну, и так далее, и так далее, нам приходится работать именно в этом режиме. Я не оцениваю, что Крым плохо отработал, думаю, что Крым достаточно эффективно отработал. Мало того, мы-то взяли на себя обязательства и по освоению этих денег. Я напомню, что в изменениях федеральной целевой программы штрафы по неисполнению строительно-монтажных работ 2 миллиона рублей в день – это штрафы. Поэтому нам придется эти деньги освоить и за них отчитаться. Поэтому это достаточно, ну, сложный как процесс исполнения, так и, в общем-то, ответственность достаточно большая. Глядя на наш бюджет, вот все-таки о позитиве, есть ведь данные, что его доходная часть, я говорю не о федеральных трансферах, да, непосредственно о том, что Крым зарабатывает, по сравнению с периодом прошлого года, он стал выше. То есть Крым стал, ну, с учетом, по-недому пониманию, сложности прошлого периода, стал и сам все больше зарабатывать. То есть это положительная динамика, вот насколько высока планка и прогноз? Ну, скажу вам так, на сегодняшний день, даже из того объема, который вот был запланирован, да, в конце 2014 года, мы просчитали, в принципе, взятые на себя обязательства. Ну, вот на сегодня эти обязательства увеличены более чем на 4 миллиарда. Да, это действительно абсолютно правильно, это, так сказать, абсолютно планомерное решение, исходя из фактических поступлений, которые мы имеем на сегодняшний день. То есть примерно Крым перевыполняет обязательства порядка 25-30 процентов, то, что было запланировано в бюджете. О чем это говорит? О том, что, в принципе, это эффективная система взымания налогов, взымания неналоговых сборов и платежей в Крыму достаточно эффективно функционирует. Но я думаю, что если мы не будем снижать темповый, в принципе, будем идти так же, то итоги по сбору налогов, ну, в общем-то, для нас будут, ну, приятны в конце года. Также в эту пятницу парламентом был принят закон о дорожном фонде, точнее, были определены источники финансирования дорожного строительства. Означает ли это, что мы, как автомобилисты, и тем более пассажиры, будем платить теперь больше за качественные дороги? Ну, как автомобилисты, вы платите так называемый транспортный налог. Вот вы его как платили, вот вы его так и будете платить. Никаких изменений ставок, ни изменений сроков, ни изменения порядка администрирования этого налога для вас, как для автомобилиста, не произошло. То есть просто в каждом субъекте Российской Федерации существует уже дорожный фонд. Да, для чего он нужен? Вот дорожный фонд — это финансирование региональных дорог на той территории, вот где этот закон принят. Вот в России существует программно-целевой метод финансирования. Что это такое? Существует определенная программа, принятая на год, на два, на три, прогнозирование там выполняется в достаточно широком диапазоне. Так вот нужды источники под это финансирование. Вот дорожный фонд является одним из источников. Каким образом происходит финансирование дорог в регионах? То есть федеральная структура смотрит возможности дорожного фонда, и, как правило, частично финансирование идет за счет дорожного фонда в размере 5, 10, 15 процентов. А вот все остальное, 95, 90, 85, это уже добавляются в федеральные деньги. Так вот, чтобы не быть нахлебниками, вот не быть нахлебниками, мы сейчас получаем 100 процентов целевой трансфер из бюджета Российской Федерации, который у нас идет на дорожное строительство. Было принято решение о создании этого фонда. Теперь касательно потребителей. Вот не только транспортный налог является источником наполнения в этом фонде. Я хочу сказать, что также производимые на территории Крыма, допустим, бензины, вот, и акцизы, которые будут платиться, они являются также одним из источников формирования дорожного фонда. Ну вот, как потребитель, допустим, если вот юридическое лицо, если вот мы сейчас с физлицами закончили, вот юридическое лицо, я вам хочу назвать несколько фактов. Допустим, на сегодняшний день замеренная нами нагрузка на нашу трассу Керчь-Симферополь, вот на сегодня среднесуточное прохождение автомобилей 28 тысяч единиц в день-33 тысяч единиц в день. Максимальное ограничение на этот класс дороги, это вторая категория дорог, это 6 тысяч. То есть на сегодня у нас превышение идет от 4 до 5 раз превышение норматива. Естественно, это только по частоте движения. Ну, мы знаем с вами, что, так сказать, большегрузные автомобили, фуры так называемые в народе, они идут, ну, с даже немечтаемыми, да, нормами превышения, да, нагрузки на оси. Нагрузка на ось – это фактически автомобиль идет перегружен. Если они должны ходить, допустим, там, 18 тонн, 24 тонны, то они идут до 40 тонн. Ну, о каких сроках службы дорог можно говорить, если у нас осевые нагрузки превышают, частота превышает. Естественно, мы должны восстанавливать эти дороги. Один из источников наполнения дорожного фонда – это в том числе превышение осевых нагрузок. То есть ставятся весы, и вот если автомобиль идет с перегрузом, естественно, назад его никто не будет отправлять, но он заплатит дополнительные деньги, которые поступят в фонд. Это даст нам возможность проводить ремонты с нерегламентированной частотой проведения ремонта, а в связи с повышенной нагрузкой более часто проводить ремонт. Но это также касается негабаритных грузов, это касается добровольных пожертвований, ну и так далее, и так далее. В свете последних событий во власти, как здесь противодействовать коррупции? Мы знаем, что любое ограничительное средство и мера, да, вот мы, скажем так, говоря о большегрузном транспорте, когда должны определять нагрузку на оси, ведет к тому, что человек может в той или иной мере подписать там разного рода заключения. Вы знаете, человек должен персонально отвечать за те документы, которые он подписывал. Ну, на сегодняшний день мы уже живем как полноценный субъект Российской Федерации, поэтому выражение «не знал, не понял, не подумал, не доделал, просмотрел, это сделал не я, а подчиненный», они уже не принимаются. То есть, ну, есть такое выражение «не знаешь, как действовать, действуй по закону». На самом деле в Российской Федерации великолепно прописанные законы. Да, они достаточно сложно применимы пока в Крыму, потому что, ну, существует определенная система состыковок этого законодательства. Но, тем не менее, их нужно исполнять. Поэтому, если ты подписал, ты за это должен нести персональную ответственность. Ну, это мое мнение. И раз уж заговорили о дорогах, еще одна проблема, с которой сталкиваются дорожные строители, это, с одной стороны, нехватка строительных материалов, с другой стороны, их высокая стоимость. В связи с тем, что у нас их приходится импортировать, ну, говоря внутренним языком, скажем, с материковой России, тем более, что есть определенные экономические санкционные ограничения на этот счет. Вот поступают периодически идеи, связанные с тем, чтобы разрабатывать наши местные источники строительных материалов. Все мы знаем нашумевшую историю с планерским месторождением андезитов, да, находящиеся в непосредственной близости от Карадагского заповедника. И вот вы, в том числе, вот сегодня были там в составе рабочей комиссии. Вот поставлена точка в этом вопросе, будем мы добывать там строительный материал, или все-таки сторона разума, сторона вот любви к своему краю, она победила? Ну, вот смотрите, я могу сказать свое личное мнение как экономиста, но, конечно же, нам нужно развивать местные сырьевые источники. Но дело в том, что развитие местных сырьевых источников, оно должно быть взвешенным. Вот это никоим образом все-таки не должно входить в компетентные преимущества нашего региона. Все-таки это рекреационная зона, это действительно уникальный уголок, который, конечно же, ну, прекрасные дороги, это, наверное, все-таки фактор вторичный. А вот первичный фактор — это климат, это ландшафт, это наше море, это наше... А Карадаг не построишь, да? ...большое количество солнечных дней, это наши заповедники, в том числе Карадаг. Вот, поэтому вот компетентные преимущества по приоритету, наверное, они первичны. Действительно, вот главой республики была поставлена задача в виду того, что вопрос имеет достаточно длинную историю. Раз, вот, дважды получали отказы по разработке данного месторождения. Месторождение находится в уникальном месте с точки зрения природно-ландшафтного комплекса, но в то же время месторождение находится в уникальном месте с точки зрения доставки на вот трассу Таврида, которая будет строиться. И объемы запасов там, которые продекларированы в проекте, это более трех миллионов тонн. Поэтому вот глава республики принял решение о создании такой рабочей группы, причем состав этой рабочей группы — это все заинтересованные лица, то есть это депутатский корпус, это муниципальные власти, это общественность, это общественная палата, это журналисты, это достаточно большой круг заинтересованных лиц. Мы действительно вчера полдня провели на территории данного месторождения, посмотрели возможность или нивелирование всех рисков, которые связаны, могли бы быть связаны с добычей. И думаю, что... Ну сегодня, конечно же, утром доложили это главе, и глава принял, ну считаю, что достаточно взвешенное решение, чтобы данный карьер на этой территории не развивать, а предложить инвестору, который планировал там добычу, альтернативное месторождение с не худшим качеством эндезитов, где-то примерно в этой же местности, но не в близости Кордакского заповедника. Вот, данное решение сегодня озвучено, инвесторам мы будем предлагать варианты освоения других месторождений, вот, но на сегодняшний день этот вопрос пока закрыт. Ну а в случае с работой на другом месторождении, будут ли заново услышаны все-таки голоса экспертов, научное сообщество, общественность непосредственно проживающая на той территории, или это будет только экономическая? Вы знаете, одна из проблем, одна из проблем вот данного месторождения, она в том числе, что вот был неправильно выстроен процесс диалога с, в общем-то, местным населением. То есть нужно было заранее озвучивать, вот, что мы хотим сделать, как мы хотим сделать, каким образом мы должны сделать, чтобы население не пользовалось слухами, допустим, да, вот, буровзрывные работы, это шум, это пыль и все остальное. На сегодня есть достаточно много очень эффективных методов для нивелирования этих рисков, да, и по разрывным работам, и по шумоизоляции, и по пылеизоляции на карьере и так далее, и так далее. Поэтому здесь немножко, в общем-то, ну, люди были разогреты вот слухами и сплетнями о том, каким образом будет добыча, о том, что машины будут ходить через центр поселка, естественно, с превышением массивных нагрузок и так далее, и так далее. С моей точки зрения, перед разработкой процесса, там еще проблема была в чем? На сегодня это украинский проект, который был, так сказать, пройден в рамках переходного периода абсолютно по закону, но это определенные требования украинского законодательства, да, которые вот были вписаны в проект. Вот, сегодня ситуация абсолютно другая, сегодня существуют российские нормы, я думаю, что проект будет проходить именно по российскому законодательству, это однозначно. Вот, ну, перед каждым проектом, особенно вот, ну, если есть такие рисковые, допустим, зоны, где нужно проводить общественные слушания, то до того, как начинают разрабатывать проект, конечно же, нужно делать тесты, нужно делать анкетирование, вот, нужно предлагать муниципальным образованиям в том числе, вот, какие, прежде всего, выгоды будут получаться от того, что будет карьер, и каким образом максимально нивелировать риски, которые могут возникнуть в процессе добычи. Ясное дело, что дороги – это дело муниципальных органов власти, ну, некоторых федеральных ведомств и Минстроя, ну, в зависимости от того, о какой категории мы дороги говорим, но, тем не менее, говоря региональным финансовым языком, все это все у нас согласуется, прежде всего, с Государственным Советом, с комитетом, который вы возглавляете, поэтому зададим этот вопрос и вам. Мы знаем, что, в общем-то, скоро уже должны начать капитальный ремонт или даже строительство новых дорог, потому что у нас в городе, пожалуй, строительством лучше заняться, чем ремонтом некоторых дорог. Но, тем не менее, мы имеем такой вот неудачный опыт латания дыр в предыдущие месяцы, да, мы знаем, и не только из-за дождя, и, прежде всего, из-за качества работы. И здесь вот у многих задается вопрос, достаточно ли у нас не только специалистов, но и средств, да, для того, чтобы эти дороги, наконец-то, привести в должный вид, потому что мы часто слышим достаточно большие цифры, которые должны выделены быть, но затем слышим комментарий, что, дескать, мало. Ну, нельзя покрывать латку на латке, точно так же, наверное, нельзя ложить вот яму, ликвидировать в яме, которая была исторически ликвидирована в яме. Я назову цифры, вот предусмотрено порядка 165 миллионов на ямочный ремонт в городе Симферополе. Много ли это или мало? Это очень мало. На сегодняшний день сделано 130 миллионов. Но, исходя из позиции вот устранения только ям, вот все деньги, которые выделены, вот они все пойдут на ям. Вот на сегодняшний день цифра, необходимая Симферополю для того, чтобы сделать капитальный ремонт всей дорожно-уличной сети, она составляет порядка 13 миллиардов. Это в новых ценах, в новых цифрах, это уже все рассчитано по российским СНИПам и ГОСТам. Деньги, которые выделяются фактически в этом году на дороге города Симферополя, это порядка миллиарда. Это вместе с проектированием, с прохождением экспертизы, с ямочным ремонтом. С ямочным ремонтом в 2015 году, да, с капитальным ремонтом. Естественно, ну, это одна тринадцатая часть потребности. Конечно же, это очень мало. С учетом того, что вот в этом ремонте будет отремонтировано в первом транше 12 улиц с протяженностью порядка 20 километров. Вот, проектирование выполнено. Сейчас документы находятся в экспертизе. Думаю, что с 15 июля, в общем-то, будет вывешен график в Симферополе, когда, в какое время будут проводиться ремонты. Естественно, мы будем планировать основной объем работы, в частности, укладку асфальта в ночное время. Вот, конечно же, это очень мало. Сейчас в ожидании у нас есть, так сказать, такое решение главы, что нам будет дополнительно выделено 5,5 миллиардов. Из этих денег вот миллиард пойдет дополнительно. То есть это, ну, порядка еще там где-то 25, может быть, 30 километров. Да, исходя из того, что средняя стоимость капитального ремонта от 28 миллионов рублей до 35, там, в особо сложных участках, там, где нужно больше вмешательств. Вот, этих денег явно недостаточно. Но, тем не менее, если сегодня мы докажем эффективность использования этих денег, я думаю, что можно будет говорить с федеральным центром о выделении больших объемов, когда у нас будут стабильные подрядчики. Мы покажем действительно, что мы отремонтировали качественно в капитальном ремонте нашей дороги, когда нам будет что показать. Спасибо, Виталий Германович. Напомню, на мои вопросы отвечал Виталий Нахлупин. До встречи в следующем выпуске программы «Парламентский час».